Именно вторая волна паводка, сообщают корреспонденты Комсомольской правды, Барнаул является основным источником чрезвычайной ситуации в мае. Во вторую волну возможен подъем уровня воды выше критических отметок в основных реках Алтайского края. Это может произойти в пригороде Бийска и Барнаула, на Валтайске, Камни-на-Аби и еще более чем в 125 населенных пунктах региона. Корреспонденты напоминают, что от первой волны в крае пострадали более 20 тысяч человек. На многострадальной улице Рубцовска дорожники пытаются удержать поглощаемый землей асфальт, пишет информационное агентство Банкфакс. Накануне на улице Карла Маркса прямо в центре проезжей части образовалось метровое отверстие. Подобная ситуация уже происходила на том же месте летом прошлого года. Рубцовчане уверены, это не последний провал, так как работы по благоустройству здесь были выполнены некачественно. Рубцовск проваливается в ад, пишут жители города в социальных сетях. Публичные слушания по сереброплавильному заводу пройдут в Барнауле в новом формате, сообщает Политсибру. Обсуждать будущее комплекса будут 29 мая в 11 часов по адресу Ползунова, 37. До этого события с материалами, касающимися изменения территории туркластера, можно ознакомиться на экспозиции по адресу Короленко, 65. Материалы опубликуют также 3 мая на официальном сайте мэрии. Предложения и замечания по проекту можно подавать до 28 числа в письменной форме по адресу Проспект Строителей, 8 или Устная на публичных слушаниях. Если желаете оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта, вам потребуется паспорт и его копия. В какие дни и часы можно посмотреть экспозицию, узнаете на Политсибру. Татьяна Голубева, Наши новости. Татьяна Голубева, Наши новости.